Здравствуйте, дорогие мои телезрители! Мы продолжаем с вами изучать театральные школы всех стран. И вы не удивляйтесь, почему я в таком костюме и даже в таком гриме. Потому что до этого мы с вами пытались разобраться, как же появлялось театральное искусство и в Древней Греции, и в Древней Вавилонии, и в Древнем Египте. И, как мы выяснили, что, в принципе, вот все театральные направления, европейские, так будем говорить, они пошли от Древней Вавилонии, потому что они потом египтяне взяли древнее, потом греки, потом римляне, и вот театральная школа потом пошла по Европе. То есть мы и смотрели с вами, и рассматривали, вернее, как театральные школы были и в эпоху Возрождения, и Средневековье. Но дело в том, что параллельно с развитием театральной школы европейской, так будем говорить, это условное такое название, существовала еще другая традиция. Это традиция Востока. И почему мы говорим о Японии? Ну, дело в том, что в некоторых источниках указывается, что первые театральные школы были образованы в Древнем Китае. Но почему мы говорим о Японии? Дело в том, что Япония – это островное государство, и как бы оно было обособлено очень, и японское искусство, оно как бы было замкнуто в замкнутом пространстве. Но поскольку развивались связи, то японское театральное искусство, театральная школа, мы сейчас об этом только говорим, она впитала в себя театральные школы Китая, Камбоджи, естественно, всех стран Юго-Восточной Азии. И, так сказать, ассимилировалось все это, и появилась театральная японская школа. Во-первых, это очень древнее искусство японское, и есть основные четыре направления. Я сейчас вам просто зачитаю, потому что очень тяжело, так сказать, говорить какие-то вещи. Я вам расскажу просто о главных направлениях. Это Бугаку, Ноу, ну, узнаем мы театр Но, но вообще-то это Ноу, Кёген, театр Иссе и театр Кукол. И вот давайте с вами мы начнем выяснять, что же такое театр Бугаку. Так вот, этот театр возник очень-очень-очень давно под влиянием китайского театра, китайской театральной традиции. И он создан был где-то, если я не ошибаюсь, где-то в 7-8 веке, уже нашей эры. И он вместил в себя все традиции, которые существовали вообще в Юго-Восточной Азии. Что туда входило? Самое главное, это было, что это был музыкальный театр. То есть музыка преобладала в этом театре, хотя в это же время появилась традиция создания различных драматических вещей. То есть это не просто была как бы опера, вот есть китайская опера, о китайской опере мы попозже поговорим. А вот существовала такая традиция, что появились первые постановки, которые специально, ну, пьесы, так будем говорить, писались специально для этого театра, учитывая его специфику. И вот сейчас я вам покажу такую замечательную картинку. Вот вы здесь видите, что уже появлялись и декорации, и массовка, как будем говорить, и главные актеры. Но это как бы предшествовало тому, чтобы появлялись другие театральные направления и другие театральные школы. Следующая школа, которая существует в Японии и до сих пор и пользуется популярностью, это театр Ноу. Ноу, ноу, гуки там называют, вот, то есть по-разному. Но мы привыкли к тому, что это театр Ноу. Это считается классическим японским театром, потому что, вот, допустим, те зрители или которые приходят специально на представление этого театра. И, кстати, туристы, которые приезжают в Японию, для них, ну, в программу, так сказать, их туристического тура обязательно входит посещение театра Ноу. Чем он знаменит? Ну, во-первых, все театры, вообще, если говорить о мировом театре, то всегда использовались маски. Это было, ну, когда мы будем говорить о создании русского театра, там тоже использовались маски. И в Древней Греции использовались маски, и в Древнем Риме, в Древнеримском театре, в Древнегреческом. Но самое интересное, чем отличается театр Ноу? Он отличается тем, что там, помимо сюжетов классических, то есть взятых из легенд, из каких-то там, из преданий, уже стали писаться пьесы. Там появились первые драматурги. Я сейчас имею в виду именно вот в Японии. То есть, естественно, и в Древней Греции были драматурги, и в Древнеримске были драматурги. Но вот именно в этом театре, вот в этом направлении Ноу стали использоваться вот драматурги. Они писали специальные пьесы. И они обычно были, ну, такого, ну, как вам сказать, бытового характера. То есть, когда зритель приходил, ему, конечно, было интересно узнать о том, как жили там боги и там еще что-то. Но им было интересно смотреть, а как же вот мы живем. То есть, вот возвращаясь, почему вот взяли эту тему и систему Станиславского. Потому что Константин Сергеевич Станиславский, он пытался приблизить театр к народу. И чтобы человек, пришедший в театр, он понимал, что, оказывается, он такой же, вот как те люди, которые на сцене. Поэтому, когда зритель приходил просто в театр Ноу, то ему было интересно. Оказывается, что можно поступать вот так, можно делать вот так, можно поступать вот так. А не то, что как поступали какие-то божества. И поэтому театр Но был очень популярен, ну, извините меня за такое выражение, был, он и есть самый популярный театр. Вот именно это направление. Не театр, как здание, а именно направление вот такого вот плана. Вообще, театр Но создал несколько школ. То есть, он не был вот таким вот монолитом. Было пять театральных школ, основанных на театре Но. В принципе, они друг от друга не отличаются. Ну, есть там маленькие отличия, но суть театра – это донести до людей правду жизни. О чём, кстати, и говорил Константин Сергеевич Станиславский. То есть, вы видите такое пересечение древнего театра Японии и системы Станиславского. Потому что суть у них одна. Главная цель театрального искусства, любого, как бы оно ни называлось, в какой бы стране оно ни существовало, – это рассказать людям правду жизни и помочь им в каких-то своих житейских проблемах. Ну, это такое маленькое отступление. Вернёмся к театру Но. И что ещё самое главное? Вот декорации, когда мы приходим в театр, да, мы смотрим, какие декорации до появления актёров. Да, занавес раздвигается, и мы смотрим, ах, как красиво, как красиво. Так вот, в театре Но с самым главным атрибутом – это был задник. То есть, это вот заднее полотно. И там всегда изображалась ветка сосны или сосна, в зависимости от размера вот этой площади. Потому что сосна для японцев, для древних японцев и до сих пор для японцев является как бы символом долголетия, добра и теплоты. И поэтому, когда открывался занавес, то всегда видели вот эту вот ветвь сосны или просто дерево сосны с большими-большими шишками. И чем больше было на этом дереве шишек, тем считалось, что это вот благодать приносит человеку. И поэтому каждый спектакль, который начинался в театре Но и в других направлениях, то всегда актеры, они выходили вот с этими сосновыми шишками. А теперь по поводу актерской школы. Школы были разные, но суть их была одна – донести до тех людей, которые пришли, то есть до зрителей, правду и еще подсказать им, как существовать в какой-то конкретной ситуации, конфликтной ситуации. Потому что всегда любой человек попадает в какие-то неразрешимые конфликтные ситуации, не знает, как оттуда выбраться. Так вот, именно японский театр Но и все его направления способствовали тому, чтобы подсказать человеку. Другое дело, что человек мог воспользоваться этим подсказкой, вот этой подсказкой, или отказаться и выбрать свой путь. Но давайте вернемся к театру Но. И самое главное, вот сейчас я вам покажу вот такой момент. Это маски. Маски играли огромную-огромную роль, как я уже говорил ранее, и в Древней Греции, в Древнегреческом театре, в Древнеримском. Вот, это классическая маска театра Но. Но заметьте, пожалуйста, что она практически белая. То есть, так же, как и в Греческом театре, и в Римском. То есть, она никаких эмоций не выражает. Но. Давайте сейчас мы посмотрим дальше. Вот эти вот маски. Сейчас я вам объясню отличия. Вот следующая, так сказать, картинка, следующий слайд наш. Здесь уже присутствует в театре Но присутствует декорация. То есть, не просто, как раньше актеры выходили на голую сцену, а здесь уже существует декорация. Но она не несет никакой, как бы, нагрузки. Ну, вот мы видели, там девушка стоит возле телеги, там колесо и все. Но, каждая деталь этой декорации, она несла смысловой характер. То есть, несла смысл. То есть, вот эта вот телега, которая была, это движение, это жизнь. Колесо – это судьба. То есть, куда колесо повернется. То есть, как мы говорим, колесо фортуны. Да, это, ну, для европейцев это понятно. А вот для японского театра это было тоже. Если актриса или актер, кстати, актрис, по поводу этого мы поговорим, в основном играли мужчины. Женщин в театре и в японском, и в китайском не было. Все роли и женские, и мужские играли мужчины. Так вот, в зависимости от того, как развивалась вот эта вот пьеса, как развивался этот сюжет, если там нужно было, ну, какой-то трагедийный момент изобразить, то колесо вращалось в обратную сторону. То есть, актер, играющий там, или, ну, играющий актрису, там, там, какую-то женщину. То есть, когда он поворачивал колесо вот по часовой стрелке, это считалось, что все нормально, все идет хорошо, что жизнь идет нормально. Вдруг остановка. Зритель напрягался и думал, а что случилось такое? И вдруг, когда колесо поворачивали в другую сторону, значит, что-то произошло ужасное. Вот такие вот символические вещи, они до сих пор сохранились вообще в традиции восточных театров, особенно вот и в японском, но в большей мере это относится к китайскому театру. Поэтому, когда европейцы приезжают, допустим, в Китай или там, ну, в какие-то другие страны Юго-Восточной Азии, они иногда не понимают, почему зрители реагируют на какие-то, казалось бы, мелочи. Это мелочи для европейцев. А вот для людей, которые там живут и знают вот эти все символы, они сразу определяют, сейчас что-то произойдет, сейчас что-то будет плохое. Или наоборот, ой, хорошо, сейчас все будет хорошо. То есть, вот такой счастливый будет конец. Нам это, естественно, непонятно. Теперь вот по поводу масок. Вот вы уже посмотрели эту вот белую маску, которая ничего практически не выражает. Однако, вот в японской, особенно потом в китайской традиции, появились тоже, появились свои символы, которые зритель знал. Вот если в древнегреческом театре, да, появлялась там маска, всем известная, значит, с опущенным ртом, это, значит, маска горя там, отчаяния или такая вот, то, значит, это добрая маска, значит, это будет комедия. Так вот, дело в том, что в традиции японского театра и китайского, и индийского имела еще цвет маски. То есть, не только, так сказать, выражение лица, так будем говорить, грубо. То есть, даже если маска была такая улыбающаяся, но если она была раскрашена в определенный цвет, то зритель понимал, что это обманщик, плут, или он делает такую гримасу, улыбается, а на самом деле он замышляет что-то достаточно подлое и плохое. Вот давайте сейчас мы с вами попробуем посмотреть, что же это были за маски. Вот маска актрисы, да, тоже вроде как, она тоже ничего не выражает, да, белая такая, но существует цвет одежды. Вот эти вот полоски, белые, красные, и еще цветы, они тоже говорили о чем-то. И вот посмотрите внимательно, венок. Дело в том, что в зависимости от того, какие цветы вплетались в этот вот венок, говорилось о том, что это плохая женщина, то есть это, ну, если перевести на русский язык, это ведьма какая-то, которую пришла сделать главным героем очень плохо. А если там вплетались другие цветы, то зритель знал, что это добрая фея. Так как, вот, я перевожу уже так на русский язык. Вот. И вот следующая маска. Вот тоже вроде, как бы похоже на первую, которую мы говорили. Но присмотритесь внимательно. Дело в том, что здесь уже существуют зубы. И это тоже обоснованно было. Ну, все в детстве смотрели сказки. И фильмы смотрели. И обычно бабу-ягу, ну, то есть плохую тетеньку, так будем говорить, обычно у нее были зубы. Вот в первоначальной маске там зубов не было. А здесь зубы. Это обозначение того, что это плохой человек. То есть это плохая женщина. Я помню, когда... Мы еще когда были студентами, мы играли в сказках, и нам гример обязательно, тот, кто играл там бабу-ягу, ну, плохого человека там черта бабу-ягу. А обычно вот здесь вот там нам нарисовывали такие клыки, чтобы они выступали. Это обозначало, что это плохо. Что это вот такой злыдень, такой вот плохой человек. Так вот, уже в японском театре тоже уже человек, выходящий в маске с зубами, означало, что он пришел с каким-то таким жутким намерением укусить кого-нибудь или там что-то сделать плохое. И поэтому зритель понимал. А вот следующий актер выходил практически в такой же маске, но без зубов. И зритель понимал, ага, это хороший человек, а вот тот, который с зубами, это плохой. И, естественно, они переживали за того человека, который был в маске без зубов. Потом началась раскраска масок. И каждый цвет тоже имел свой характер. Вот сейчас я вам покажу очень интересное. Вот посмотрите, четыре маски. Ну, вот самое внизу справа как бы белая маска такая, это изображается печаль. То есть, человек в печали. Что-то у него в жизни произошло. А вот эти вот, ну, не злые, не так будем говорить, хотя вид у них ужасный. Детям это показывать вообще нельзя. Но цвет каждой маски и выражение их лиц, так можно условно сказать, лиц, говорило совсем о другом. Большие глаза и большой открытый рот обозначал, что этот персонаж очень агрессивен. Рядом с ним вообще человек вампир как бы. Но на самом деле он защитник несчастных и бедных. И он всегда боролся вот с этим персонажем с большими-большими глазами. А вот внизу слева четвертая маска там с поджатыми губами. Это человек, ну, как как бы объяснить, который подслушивал, подсматривал, а потом все докладывал. То есть такой вот агент для это ну, будем давайте говорить уже на современном языке. Такой был стукачок. То есть он все слышал, он не вмешивался ни в какие конфликты, он ничего не предпринимал сам, но он все слышал, видел и докладывал тому, кому нужно о том, кто что говорил, что происходило и что делалось. То есть понимаете в чем дело? Вот по прошествии стольких веков вот все эти персонажи, они в принципе встречаются и в нашей жизни. Другое дело, что мы все скрыты под маской. Вот и почему я в такой вот тоже в белой маске, можно сказать. потому что мы скрываем какие-то вещи. А вот в театре, в японском театре и до сих пор вот существует такое вот обличие. Человек выходит с определенным обличием, в определенном обличием. И все зрители сразу понимают, за кого им переживать. чем славится русская драматическая школа, о которой мы обязательно будем говорить, что всегда должна быть интрига, загадка. То есть вроде нормальный человек, и как бы я ему сопереживаю и верю, а потом вдруг выясняется, что он оказался последним подлецом. И все те поступки, которые он делал, якобы во благо, оказались для того, он делал это для того, чтобы потом получить свою выгоду. Вот чем отличается русская драматическая школа? А вот в других вот странах, да, то есть вот плохой, это хороший, этому нужно сочувствовать, а этому не надо сочувствовать, этого нужно любить, а этого нужно ненавидеть. Вот этот театр масок. Далее, есть еще очень интересная такая галерея масок. Они вроде как бы на вид и ужасные бывают, но я говорю от цвета краски, которую нанесли на эту маску, можно было определить этот демон хороший или плохой. Давайте сейчас с вами вот мы посмотрим. Вот сейчас я вам покажу крупно, да, вот это какое-то ужасное чудовище просто, да, и можно пугать, но на самом деле обратите внимание, что у него глаза красного цвета, красный цвет в разных культурах, особенно вот в те времена, означал разные отношения, то есть это красный мог быть и хорошим, и плохим, и поэтому в театре Но, когда актер выходил вот в такой вот маске с красными глазами, с красными губами, то было непонятно, хороший он или плохой, и уже зритель был заинтригован, интрига всегда должна быть в театре и в кино, так какой же он, хороший или плохой, и кстати, я узнал такую интересную вещь, что допустим, вот эта маска, она одевалась на лицо, она была больше, так сказать, по размеру, то есть она и там существовала своя система, что актер, который работал в этой маске, у него была такая достаточно широкая одежда, и там были специальные такие приспособления, ну, как в театре кукол, и когда он, допустим, выходил вот с красными глазами, а потом, когда он становился хорошим, то он дергал за специальные веревочки, и у него глаза становились или зелеными, или синими, или голубыми, а потом он мог опять передергивать, то есть вот такой обман, поэтому появляясь с красными глазами, все знали, что это очень плохой человек, но его партнеры по сцене как бы не знали об этом, и для того, чтобы обмануть их, он там передергивал такие вот веревочки, и у него глаза становились там зеленого цвета, или там синего, и все ему стали доверять, доверяли, 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 он делал свои подлые дела, а потом, когда заканчивалось представление, он показывал свое истинное лицо, то есть опять он передергивал эти веревочки, и глаза у нее становились красные, и публика, и, естественно, партнера по сцене были в полном ужасе, в полном недоумении, как же так он мог это все сделать, и, грубо говоря, провернуть какие-то свои вот такие плохие дела, и обмануть честных, хороших людей. так что вот маска в понимании того времени и японского театра, она играла очень-очень большую роль, но и, к счастью, играет до сих пор, потому что вот традиции японского театра, они как бы не растворились в современном мире, и они до сих пор стараются сохранить, да, пусть, да, мы все знаем, что Япония очень, так сказать, технологированная техно-страна такая, там все компьютеры, еще какие-то технологии они придумывают, нанотехнологии, но, а вот этот театр, который был создан в седьмом-восьмом веке, он существует, и самое главное, что я хочу отметить, что залы пустые не бывают, то есть зритель постоянно туда приходит, да, у каждого, практически у каждого японца компьютер, там можно посмотреть какой-то фильм, все, что угодно, компьютерную графику, но приходя вот в эти театры старые, они маленькие, кстати, они небольшие, где-то на 300-350 мест, актеры играют, ну, буквально в двух-трех метрах от зрителя, но зритель воспринимает это как живое искусство, потому что, да, конечно, можно там сесть на диван, включить пульт и смотреть все, что угодно, а вот когда человек сидит и в двух метрах от него живой человек, который говорит, это очень ценно, и поэтому мне кажется, что вот японский театр, тот театр, древний театр, который и древний, и современный, даже я не знаю, как это назвать, он существует, и я надеюсь, будет существовать, и поскольку мы говорим и о системе Станиславского, и о русском театре, то и русский театр, и японский, они чем-то похожи, а похожи они тем, может быть, я не прав, но самое главное, что вот человеческое общение, то есть, когда я вижу живого актера, да, я понимаю, я не глупый человек, я понимаю, что это актер, который играет, но он настолько мне близок чисто по-человечески, и я понимаю, что вот 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 про меня, про меня, про меня, а когда я включаю пульт и там стреляют из автоматов, пулеметов, там все, ну, я смотрю на это как на зрелище, вот, поэтому японский театр чем ценен отношением человека к человеку, и давайте вернемся дальше к нашим маскам, вот, очень знакомая маска нам по фильмам, я говорил, что включаешь там пульт и вот видишь такую вещь, кстати все вот эти вот вещи, которые вот мы смотрим по телевизору, они тоже пришли из Японии и Китая, сейчас я вам просто пролистаю вот такие вот вот да, из фильмов ужасов можно там узнать, что это такое, ну кстати вот эта вот маска это типа Карабас-Барабас такой, он большую роль играл именно как Карабас-Барабас, то есть если говорить о нашей сказке Буратино, то Карабас-Барабас, а вообще-то Пиноккио эта сказка называлась, то вот этот вот персонаж был главным для представлений театра марионеток, то есть он выходил, объявлял, там говорил, потом кукольники, вот значит там кукольный спектакль был. Еще одна такая особенность вообще вот и японского и китайского театра существовал еще человек. У него в разных странах были разные названия, но суть заключалась в том, что допустим в европейском театре и в русском театре была такая будочка суфлерская и где сидел специальный человек, который подсказывал текст. Потом эту будочку убрали, она такая была полукруглая и суфлер сидел в кулисах и когда актер забывал вдруг текст какой-то и он ему шепотом говорил, подсказывал реплики, вот так вот он говорил ему. Так вот самое интересное, что в театре в японском театре, в китайском театре, особенно в японском, был такой человек, который сидел на сцене и зритель его видел, но он был как бы невидимым, вот считалось так условно невидимым, поэтому если актер забывал текст или там у него были неполадки с костюмом, с париком, этот человек совершенно спокойно, молча, во время действия, не прерывая его, он мог подойти к актеру во время его какого-то страстного монолога, объяснения в любви или вызов, дуэли там не было, но просто что-то было ужасное, такое, самое летал парик или сползал, этот человек совершенно спокойно, спокойным шагом подходил и во время этого монолога поправлял ему паричок или поправлял ему костюм и так же тихо уходил и актер на это не реагировал, естественно, и зритель самое интересное не реагировал, то есть считал, что этого человека не существует, ну вот так вот, была такая вот традиция, не знаю как сейчас, но вот те люди, которые бывали, были в Японии или в Китае в качестве туристов, их в их программу входило обязательное посещение театра, то для некоторых это был шок, потому что сидит какой-то человек, тем более не в костюме, если там играется какая-то драма, да, историческая, то есть все в костюмах, загримированы, сидит обыкновенный человек такой, непонятно кто он, монтировщик сцены или осветитель, и вдруг во время какой-то душераздирающей сцены этот человек встает на цыпочках, подходит к актеру, подходит к актеру, поправляет ему парик, поправляет костюм, помогает завязывать пояс, потому что пояс может развязаться, потому что если актер, так сказать, очень разошелся, и спокойно так же уходит, и для российских туристов было вообще а кто этот человек, а почему он там сидит на сцене, а что он делает, какую роль он играет, вообще было непонятно, а потом и когда они уже выходили после просмотра спектакля, у них спрашивали у гида, или кто их сопровождал, они говорят, а кто это был человек, он говорит, это специальный человек, который помогает актеру во время каких-то очень трудных сцен, если у актера что-то развязалось или упало, кстати, вот в русском театре таких людей не было, суфлёрт, он только текст подсказывал, но я знаю очень много случаев, когда, допустим, ну, по ошибке костюмера или ещё что-то случается на сцене, актёр вместо того, чтобы играть, он как бы вошёл в образ, и вдруг он понимает, что у него развязался шнурок, или слетел парик, и он думает уже не о роли, не о том, что он делает, а о том, господи, как бы не наступить на этот шнурок, как бы не упасть, как бы там вот развязался пояс. Ну, были такие случаи, что иногда, особенно, когда в исторических там, пьесах, где исторические костюмы, там подвязывались такие подвязки, вдруг подвязка лопается, и актёр уже не думает о том, что он играет, о чём он говорит, он думает, господи, скорее бы доиграть вот эту сцену, убежать за кулисы, и чтобы там костюмер или помощник быстренько ему подшил или пришил эту подвязку, потому что через три минуты ему опять выходить на сцену. Естественно, это отражалось на качестве игры. И дальше, если это происходило, допустим, если пьеса идёт в трёх актах, если это происходило в первом акте, то есть второй и третий был провальный для актёра и для зрителя тем более, потому что актёр уже думал о том, лопнет, не лопнет, лопнет, не лопнет, потому что ему там булавкой какой-то прищепили в кулисах, вот он с такими бешенными глазами говорит текст просто, как робот, и думает, лопнет, не лопнет, выскочит булавка, не выскочит. А вот вот в традиции японского театра вот существовал такой человек, и зритель всё это прекрасно понимал и не обращал на него внимания, как будто его вообще не существует. Поэтому если актёр думал только о роли, поэтому когда подходил тихо этот человек, что-то ему подшивал, пришивал, поправлял, а актёр говорил свой монолог, он там страстный какой-то там, и всё. И этот человек так же тихо уходил. Вот такие вот особенности были и есть японского театра. К сожалению, вот в рамках одной передачи трудно рассказать вообще о вообще традициях японского китайского театра, потому что это огромная, огромная, огромная школа. И я думаю, что именно и восточный театр, то есть и китайский, и японский, они тоже влияли на развитие русской школы. Ну, об этом мы с вами поговорим в следующей передаче, когда мы будем говорить о русском театре, о русской театральной школе. и тогда мы чуть-чуть вернемся именно к традициям, театральных традициям и китайской театральной школы, и японской театральной школы, потому что все это неразделимо. Вообще, театр это такое искусство, которое рождалось, по-моему, на одном континенте. Поэтому я пока с вами прощаюсь. Всего вам доброго, успехов, ходите в театр. горяча, шури, шури,